С нами астронавт NASA Рид Байзман. Привет! У вас найдется минутка, чтобы рассказать все-все о жизни в космосе. Для вас у меня полно времени. Круто! Итак, где мы находимся? Мы находимся в центре макетов космических кораблей. Это огромное здание в космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. И тут астронавты проводят часть своего времени в тренировках перед полетом. Это тот иллюминатор, с которого вы делаете все эти крутые фото Земли? Это купол. Это ряд из семи иллюминаторов, которые смотрят на Землю. Здорово. Какого размера Международная космическая станция? Говорят, что она размером примерно с дом с пятью спальнями. По-моему, это немного сложнее представить. В реальности она просто очень узкая и очень длинная. Как долго вам пришлось тренироваться перед полетом на МКС? Около пяти лет. Сколько в сумме дней вы провели в космосе? 165. А какой рекорд? Джефф Уильямс. Он держит рекорд США в 534 дня в космосе, но на счету российского космонавта Геннадия Пабелки почти тысяча. Вау. Какой поразительный эксперимент вы провели на МКС. Я выжил. Слышала, что в космосе быстрее стареешь. Разве что чуточку. Есть ли ограничения по росту или возрасту для того, чтобы стать астронавтом? Раньше такие ограничения были, но теперь астронавтом может стать каждый. Там есть Wi-Fi? Есть, но он не такой хороший, как на Земле. Как вы связываетесь с людьми внизу? У нас есть системы связи из космоса с Землей. По сути, это радио или переносная рация, и мы просто связываемся по ним и говорим с Хьюстоном. Задержка есть? Почти никакой. Как вы добрались до станции? На ракете. Как долго занял ваш путь от Земли до космической станции? Занимает примерно 6 часов. Сколько занял путь обратно? Это сумасшедшее путешествие занимает почти 3 часа. От этого сбивается режим? Ужасно. Как часто выходит пообщаться со своей семьей? Говорим с ними раз в неделю. Кого-нибудь разыгрывали звонком? Ну куда без розыгрышей? Скучали по дому? Да, иногда немного скучаешь. А кровать удобная? Там кровати нет. Слышала, вы привязываетесь к стене? Ага. А у вас клоустрофобия есть? Немного. Чем еще можно заняться в своей каюте, кроме сна? Можно читать, смотреть ТВ, работать, делать что угодно. Ложите спать по расписанию? Все спят по расписанию. Пользуетесь будильниками? Да, на наручных часах. Сколько людей входит в экипаж? Со мной было еще 5 человек. Возникают трудности перевода? Конечно же, есть трудности. Когда-нибудь надоедали коллеги? Постоянно. Нет, на самом деле никогда. Чем вы занимаетесь в свободное время? О, смотрел в иллюминатор. Какой типичный завтрак на борту космической станции? Он во многом похож на завтрак на Земле, так что я ел яйца, иногда овсянку, может даже вафли. Еда была вкусной? На самом деле еда была довольно вкусной. Какое блюдо на станции ваше любимое? Люблю шоколадный торт. Как вы готовите себе еду? Можно добавить горячую воду или же просто разогреть. Что вы съели в первую очередь, когда вернулись на Землю? Я очень хотел пиццу, но увидел салат и не стал ждать. Вам нужно было тренироваться? Нужно тренироваться дважды в день по 2,5 часа. И какие виды упражнений? В основном упражнения с тяжестями или бег на беговой дорожке. Наша дорожка закреплена на стене, так что когда ты на ней, ты бежишь прямо в сторону Земли. Очень странное ощущение. Как вы остаетесь на дорожке и не уплывая от нее? Ремни. Вы сжигаете то же количество калорий, что и на Земле? Думаю, сжигаем немного больше, потому что постоянно работает мозг. Слышала, что в микрогравитации пот пристает к телу? Да, если есть волосы, он накапливается в волосах и получается большой пузырь пота на голове. Как вы принимаете душ? У нас есть пропитанное мылом полотенце. Как в космосе писать? О-о-о. У нас есть воронка. Куда девается моча, когда ее смываете? Немного обрабатывается и прямиком назад в питьевую воду. Как писать в космическом скафандре? У нас есть памперс. Сколько воды нужно пить каждый день? Пьем примерно столько же, сколько пили бы на Земле. Вам когда-нибудь чего-то не хватает? Свободного времени. Откуда берутся запасы? Есть грузовые корабли, есть отличные компании вроде SpaceX, Orbital, есть российские грузовики, а также японский корабль HTV. Почему на Земле скучали больше всего? По жене и детям. Какие личные вещи брали с собой? Фотографии жены и детей. Привозили домой космические сувениры? Всегда нужно привезти домой сувениры для своих детей. Должна спросить, какая планета у вас любимая? Раньше был Сатурн, пока я не увидел Землю из космоса. Если бы вы могли полететь куда угодно в Солнечной системе, куда бы вы отправились? Я работаю в НАСА, мы хотим лететь на Марс. На станции бывает слишком жарко или слишком холодно? У нас идеальная 22 градуса круглый год. Здорово. Как насчет температуры в космосе? От плюс 90 до минус 90 по Цельсию. Что насчет температуры внутри скафандра? В нем довольно тепло и хорошо, вполне приятно, потому что у него много слоев теплозащиты. Сколько весит космический скафандр? Он очень тяжелый, по-моему, около 130 килограмм. Как стираете одежду? Мы ее выбрасываем. Вам нужно чистить скафандры? Конечно же нужно чистить скафандры, особенно после выхода в космос. Сколько времени занимает надевание скафандра? Где-то 45 минут. Его можно надеть самостоятельно? Если дело плохо, можно надеть и самому. Сколько обычно длится выход в космос? Примерно 6,5 часов. Какая максимальная продолжительность выхода в космос? Максимум 9 часов. По-моему, наш рекорд 8 часов и 54 минуты. Какой оттуда вид? Шикарно. Что самое тяжелое в выходе в космос? Просто осознание того, что ты снаружи, и если что-то испортишь, то разрушишь корабль стоимостью в 100 миллиардов долларов. А что приятнее всего? Вернуться назад. Звучит потрясающе, уверена, что есть еще куча вопросов, но думаю, вы и так заняты, так что оставим на другой раз. Хорошая идея. Класс, спасибо, хорошего дня. До встречи. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться видео с друзьями. Спасибо.